Чёртова дюши! Всем привет! Ребята, вы наверняка знаете о такой передаче, как «Сок одному». Мы с Линой очень любим эту передачу и во времена своей молодости часто смотрели её. Сегодня мы решили устроить некий челлендж и поиграть в эту игру. Суть игры в том, что на улицах проводился опрос. Игроки должны были отгадать тот ответ, который дало большинство людей. Что мы с Лизой сейчас попробуем и сделать. Участник, чей вариант оказался на более высокой строчке, выигрывает дуэль и продолжает борьбу. Правила ясны? Да! Первый вопрос. Что женщины ассоциируют с романтическим завтраком? Я думаю, что женщины ассоциируют с завтраком романтическим. Блин, пусть это будет яичница. Я не знаю почему. Да. А мне кажется, женщина ассоциирует с романтическим завтраком. Да много что. Какое-то такое пирожное романтичное. Макарунс. Да, макарунс. Такой нежный весь, сладкий. Либо, чтобы стоял букетик маленьких цветов. Но мне кажется, что с романтическим завтраком, хотел сказать свитч, но это, наверное, с ужином больше. Поэтому, наверное, цветы. Пускай будут цветы, чтобы стояли на столе цветы. Цветы и яичница. Какое сочетание. Я вчера омлет ела. Ох, романтика. Если завтрак романтичный, поэтому он, в принципе, должен быть в постели. Поэтому наш ответ – это завтрак в постели. Ответ принят. Завтрак в постели. И это первая позиция. Мы с Лизой профукали, потому что первая позиция – это завтрак в постели. Но я и так думала, что романтичный завтрак – это в постели. А я всегда ем в постели. Всегда в постели ем. Да? Да. Очень странно. Ну ладно, давай посмотрим, какой второй ответ. Остальные варианты. Клубника со сливками. Яичницы нету. Зато есть круассан. Я его говорила, но я его не выдвинула. Клубника со сливками. Господи, женщины, кто вы? Отзовите, что вы едите на завтрак клубнику со сливками. Я представляю, просыпается такая она и клубнику со сливками ест. Тьфу. Да что это такое? Мясо нам надо, мясо. Что вы вот это вот врете ходите, а? Пляж. Запад. Пятый ответ, пятая строчка – это пляж. Что женщина ассоциирует с романтическим западом? Пляж. Бам. Внимание, следующий вопрос. Мужчины больше всего хотели стать в детстве? Я думаю, что в детстве многие мужчины хотели стать бандитами. А я думаю, что космонавтами. Ну все же так говорят, женщины. Мороженщицами. Мороженщицами ты хотела стать? Конечно хотела, но одно время. Прикольно. Пока не поняла, что мороженое можно и так получать бесплатно. Но об этом я вам не скажу. Ха-ха-ха. Остальные варианты. Летчик. А? Космонавт – это первый ответ? Первый ответ – космонавт. А бандита нет вообще? Ну не знаю. Моряком хотели. А-а-а-а. Вторая строчка – летчик. Третий – милиционер. Четвертая – моряк. Пятая – футболист. Ах, они милиционеры. Ах, ты все знаешь. Молодец. Следующий вопрос. Как предпочитают фотографироваться женщины? О-о-о-о. Любимый вопрос. Как ты отвечаешь первым? На самом деле они так много всего предпочитают. Но если брать позу в целом, то это примерно вот так. Скажем, что вытягивать губы вот так. Да. Уточкой. А я думаю, что вот так. Тут зеркало впереди должно быть. Это как на айфон получается? Ну на телефон просто. Ну, в зеркало. Нет, в зеркало. А, вот так. Сама себя, да, фотографируешь? Да, да, да. А, ну подожди. Хотя, если я говорю губы уточкой, они же опрашивали женщин. Она же не скажет. Я, значит, люблю фотографироваться. Что мужчин, что женщин. А, я не люблю фотографироваться, когда я вот так вот делаю. Вот так мне больше всего нравится. А, конечно, она не скажет. Она скажет, я люблю фотографироваться там с березой. На пляже. На пляже. Бикини. Да. А я не лукавлю. Я люблю лукавлю. Ладно, если же мужчины были, то, может быть, они ответили правильно, как я. Ладно, все, хорошо. Мы посовещались и решили, что девушки любят фотографироваться в купальнике или в нижнем белье. В нижнем белье. Давай. Все есть. Давай дальше. У тебя так, а у меня вверх, может. Да, ну хорошо. А, эротично. Эротично, как-то да. Ваш ответ прием. Нет. Нет. Такого варианта нет. Остальные варианты. Некрасиво. Губки бантиком тоже есть. Губки бантиком. Четвертый вопрос. Но все-таки твой третий. В зеркале с телефоном. Красиво? Первый ответ. Ну, понятно. Женщина не может фотографироваться некрасиво. Да. Что вы спрашиваете? Представляю, я подходит к девушке и говорит, Расскажите, пожалуйста, как вы любите фотографироваться? Ну, конечно же, красиво. Все вопросы сразу отпадают. Окей. А второй с улыбкой. В паспортном столе. Как бы, да, он такой, сядьте ровно голову, там, все, ааааа. Аааа-аааа. Я всегда фотографируюсь с улыбкой. И чтоб красиво. А с улыбкой и красивой не всегда у всех получается, знаете ли. Ой, какой рад на все. Так что, когда вы идете в паспортный стол, обязательно надо красиво и с улыбкой Следующий вопрос Какую часть женской одежды мужчины считают самой сексуальной? Ну, наверное, чулки Хотя я никогда не носила чулки, я просто думаю, что это может быть вариант большинства Ну, знаешь, в фильмах всегда показывают, она такая секретарша сидит, у нее чулки и мужчины могут сразу Мне кажется, что да, чулки это очень сексуально Но больше даже, мне кажется, мужчинам нравится вот пояс, который на чулках находится Да, бывает на свадьбах одевают вот эту штучку Или подвязка, да, вот как-то В общем, либо подвязка, либо пояс Да, ты что говоришь? Я говорю и подвязку, и пояс, а ты говоришь сами чулки Как бы очевидно нижнее белье Это может быть обтягивающая лосина, это может быть и юбка Я думаю, что мини-юбка или какая-то красивая тонкая юбка, я рискну Мини-юбка Слишком банально все Вторая строчка мини-юбка Да Обалдеть можно Остальные варианты чулки Нижнее белье Обтягивающее платье Деконтированная блузка Красавица, красавица Чуть и красавица Итак, следующий вопрос Держи кнопку Какие части мужского гардероба отвращают женщин? Ну, мне кажется, носки женщины скажут Мне кажется, трусы грязные Именно грязные, да? Ну, такого не бывает, но, блин Я не знаю, что мне Мне кажется, если бы у меня был муж И у него бы были рубашки с пятнами Вот эти, у меня бы это бесило жутко Все-таки трусы или рубашки с пятнами Нет, трусы, ладно Ладно, у меня носки У нее трусы Мы сегодня супероригинальные И просто трындец Да, слушаем Носки Ваш ответ носки Боюсь, что это первый вариант Да Первая строчка носки Носки Даже могу объяснить, почему Трусы Потому что носки, они могут не только, ну, пахнуть неприятно Они могут еще и оставлять их постоянно везде, эти носки И спать в носках, и есть в носках Ну, короче, носки, это неотъемлемая часть жизни мужчины Иногда женщины даже ревнуют их к носкам Потому что с носками они неразлучны У тебя что-то в голову Трусы, например, меня не беспокоят Не знаю, почему они вас так потревожили Еще там, не знаю, 70 женщин, 70% Ты че Нечего трусы раскидывать мне Все Все Да, это были все 10 или не знаю, сколько Может быть, 9 вопросов На которые мы с Линой сейчас ответили Сейчас лидирует Лина Все-таки она лучше знает отношения мужчин и женщин Она такая Опытная Я же постарше тебя буду На минус 2 Я еще тебя не на один год младше Ладно, этого не будем мы об этом Все Ты тряплел С вами мы сейчас прощаемся Всего вам хорошего До следующего видео И всем пока Пока Аривидерчи, малышка Моя милая мышка Ты прости, если знаешь И меня отпусти